Европейский парламент принял резолюцию, в тексте которой говорится, что власти России и лично президент Владимир Путин несут уголовную и политическую ответственность за убийство оппозиционера Алексея Навального, а народ России не следует путать с кремлевским режимом. В резолюции подчеркивается, что политическую систему РФ контролирует консолидированный авторитарный режим с тотальной коррупцией, который использует сфальсифицированные выборы для симулирования демократии и концентрирует всю полноту власти в руках Владимира Путина. Депутаты Европарламента призвали поддержать российскую оппозицию и выразили уверенность, что помощь Украине станет лучшим ответом на репрессивную и агрессивную практику кремлевского режима. А решающая победа Украины может привести к реальным изменениям в Российской Федерации. Украинские forces have pushed back Russian troops from the village of Orlivka, west of Ardivka, but the situation on the eastern front remains difficult, Ukrainian army chief Oleksandr Сирский said on Thursday. Орлевка – 2 км н.л. Лосточкин, which was recently occupied by Russian forces. This territory west of Avdeевка remains the focal effort of Russia's offensive in eastern Ukraine, says the UK Defense Ministry in its latest update, adding that since the seizure of Avdeевка, Russian forces have advanced approximately 6 km from the center of the town. The technical gains serve primarily to consolidate Russian positions around Avdeевка. Russia is also likely seeking to build momentum of the Axis to take advantage of the fact that there are fewer fixed, well-defended positions and urban areas from which Ukrainian forces can defend. Ukrainian officials continue to report that Ukrainian forces have stabilized a defensive line immediately west of Avdeevka, specifically along the Tonenke-Orlivka-Berdychi line, where terrain and several reservoirs are favorable for defensive operations. Ukrainian military observers characterized Ukrainian fortifications west of Avdeevka as, quote, disappointing and problematic. Ukrainian army chief Oleksandr Syrsky said he took measures to correct, quote, certain miscalculations commanders had made that directly affected the stability of the defense in certain areas. We have experience with international operations, also about the Battle of Avdeevka and the Battle of Avdeevka, and in many cases, also about the use of the support under support of the family. Германия должна развернуть в Литве два боевых батальона. Таким образом, Берлин реагирует на потребности Вильнюса в обеспечении безопасности государства в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Поддержка Литвы стоит на повестке дня на фоне растущих опасений по поводу потенциального нападения со стороны России, чьи калининградские эксклавы граничат с Балтийской страной и также с союзницей РФ Белоруссию. Немецкие военнослужащие будут находиться всего в 100 километрах от границы с Россией. В НАТО надеются, что размещение войск защитит Литву, поскольку по прогнозам в случае эскалации конфликта Россия может нацелиться на Сувалгский коридор, территорию на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным ЕС. Стоимость развертывания и обслуживания двух батальонов оценивается в 30 миллионов евро в месяц. Страны западных Балкан договорились ускорить реформы, чтобы извлечь выгоду из плана ЕС, нацеленного на удвоение региональной экономики в ближайшие 10 лет. Ключевой шаг для интеграции в ЕС. План предусматривает выделение странам 6 миллиардов евро в течение следующих трех лет. Как заявил еврокомиссар Оливер Вархеле, в настоящее время страны просто не могут присоединиться к единому рынку ЕС, поскольку абсолютно не конкурентоспособны. Это не было бы нефа, чтобы спросить наши партнеры Вархеле в статусе в статусе, где они имеют меньше силы, чем с нашими компаниями. Это почему мы также дадим дополнительное фондение к этому плану, чтобы помочь все реформы, которые нужны, чтобы сделать эти реформы. Вархеле сообщил, что лидеры Северной Македонии, Сербии, Албании и Боснии Герцеговины договорились предпринять конкретные шаги в этом году, в том числе унифицировать финансовые правила. Также они обязали создать зеленые полосы, то есть адаптировать таможенное законодательство и открыть совместные пограничные переходы, как и другие страны-члены блока. Высший руководитель Ирана Айятала Али Хаминеи проголосовал на парламентских выборах, первых после массовых протестов, вспыхнувших в 2022 году в связи со смертью Махсы Аминии. Девушка была арестована иранской полицией нравов, якобы за неправильное ношение хиджаба. На выборах ожидается рекордно низкая явка, поскольку большинству известных умеренных кандидатов было запрещено выставлять свои кандидатуры, а оппозиция призывает к бойкоту. Такой исход усилил бы давление на правителей Ирана, поскольку теократия Исламской Республики основывает свою легитимность, в частности, на явке на выборах. На протяжении последних двух десятилетий в парламенте доминируют религиозные сторонники жесткой линии. Кроме Нижней палаты парламента, Меджлиса, на этих выборах избирается Совет экспертов. Государственный орган, состоящий из авторитетных богословов, которые выбирают Айятулу страны, что придает их роли повышенную важность с учетом 84-летнего возраста Хаминеи. США и Южная Корея присоединились к Таиланду для проведения на территории Королевства крупнейших в мире многонациональных военных учений. ВМС и морская пехота отрабатывали операцию по штурму и держанию плацдарма. Это была часть серии маневров под названием «Золото-кобры», продолжавшихся несколько дней. В них также были задействованы войска из Японии, Малайзии, Сингапура и Индонезии. Китай в боевых учениях участия не принимал, но провел с Индией совместную гражданскую операцию. Участие Пекина последовало за январскими переговорами, направленными на ослабление напряженности в отношениях США. Количество людей с ожирением, то есть тех, у кого индекс массы тела больше 30, впервые превысило миллиард. Об этом сообщил ВОЗ со ссылкой на исследование журнала «Ланцет». Указывается также, что 43% взрослого населения планеты имеет избыточный вес, индекс массы тела больше 25. За последние три десятилетия число людей с ожирением удвоилось. Эксперты указывают, что к 2035 году эта цифра может снова удвоиться. ВОЗ подчеркивает, что причины возникновения ожирения хорошо понятны, как и меры, необходимые для преодоления кризиса. Однако они и не реализуются. Французская актриса Жюдит Годреш обратилась к политикам с просьбой создать комиссию по расследованию сексуальных преступлений и сексизма в киноиндустрии страны. Годреш выступила в Сенате, в Верхней Палате Парламента. Ранее выступая на церемонии вручения премии Сезар, Годреш призвала работников киноиндустрии Франции посмотреть правде в глаза в отношении сексуального и физического насилия. 51-летняя Жюдит Годреш недавно заявила, что будучи подростком, ее изнасиловали два режиссера. Актриса подала против них иск. В настоящее время ведется расследование. Политики и партийные кандидаты допускают высказывания против трансгендеров и ЛГБТИ-сообщества, чтобы посеять раскол и смуту перед европейскими выборами. Язык ненависти к квирам все громче звучит в парламентах и на предвыборных митингах. Такой вывод сделан в докладе правозащитников, которые отметили усиление в прошлом году в странах ЕС гомофобной риторики, от которой страдают и дети. В докладе также говорится, что против транссексуалов все чаще используется тактика запугивания с целью лишить их доступа к половому воспитанию несовершеннолетних. Объектами враждебных действий все больше становятся гей-парады. Правозащитники предостерегают от попыток использовать нарративы против трансвестизма и гомосексуализма, чтобы распространять дезинформацию перед выборами в Европарламент, где, согласно прогнозам, получат много мест консерваторы и ультраправые. Европейское внешнеполитическое ведомство заявило, что использование стереотипов, основанных на сексуальной идентичности, представляет собой растущую угрозу для демократии и может быть использовано в рамках поддерживаемых из-за рубежа кампаний по вмешательству в июньское голосование. Президент Франции Эммануэль Макрон открыл в пригороде Парижа Сен-Дени Олимпийскую деревню, где становятся участники летней Олимпиады. Работы по ее строительству обошлись почти в 2 миллиарда евро. Комплекс состоит из 82 зданий. Как сообщается, Олимпийская деревня сможет принять около 14,5 тысяч спортсменов и представителей более чем 200 национальных делегаций. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.